Незвычайная выстава пахов проходит у Могилёве. Замест картину в Могилёвской выставочной зале водоры, природы и складанные штучные ароматы. Сирот экспонатов композиции, створенные для поп-зорок и венционосных особ. Не так часто замест картину в выставочной зале экспонуются водоры. Выстава под названием «Водоры. Життя» представляет как складанные композиции, присвеченные российским поп-зоркам, так и чистые пахи природы и побуту. Фантазия парфюмеров безмежная. Упевнились наведывальники выставы. Профессия, наверное, не скучная. Это всегда что-то новое, какие-то открытия. Наверное, это очень интересно работать таким парфюмерным. Не у всех есть такой дар, четко чувствовать запахи, все оттенки и при этом что-то еще придумывать новое. Особно выставлены духи, якими корыстались венционосные особы семьи Романовых. Фиялка, жасмин, ружа. Воды одновлены сгодны с историчными сгадками. «Великая княжна Татьяна, ее любимый аромат мне больше импонирует. Это жасмин, ее любимый аромат. Также мне понравились ароматы розы, клубники. Все такие цветочные, ягодные композиции. Они мне сами ближе по запаху, и поэтому мне они все импонируют». Особливо представлены пахи не для слабонервовых. До прикладу можно только догадываться, чем натхнялись парфюмеры, створающие навод не пах, а смурот, брудного дивана, тепластыра. Больше приемные воды, колбасы, поветро, после дожжу – те специфичные амбре винного сусла. «Запах пота, запах кожи. Мне запахи абсолютно непонятны и неуместны, как их можно использовать в парфюмерии. Но, может, кому-то это нравится». Сирот композиции, присвеченных по обзоркам, самый приемный по меркованию наведывальников – это водор Валерия Меладзе, а вот гурт «Виагра» на аматора. Экспозиция водору життя у Могилевской выставочной зале протягнется до конца мая. Татьяна Дмитриева, Миколай Соболев, Новинрегион.